Книга Судьи, 7 глава, прочитаю для того пару стихов, давайте вместе прочитаем 7 глава с 2 стиха. И сказал Господь Гедеону, народа с тобой слишком много, не могу я предать мадионитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал, моя рука спасла меня. И так провозгласив слух народа и скажи, кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галада домой. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону, все еще много народа, веди их в воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобой, тот и пусть идет с тобой. О ком я скажу тебе, не должен идти с тобой, тот пусть и не идет. Он привел народ в воде и сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Так же и тех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших в том своими руками пивших 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои и пить воду. И сказал Господь Гедеону, тремя стами лакавших я спасу вас и предам и оденетам руки ваши. А весь народ пусть идет каждое свое место. Аминь. Слава Господу! История очень интересная, да? Вы читали эту историю? Я думаю, что возможно десятки, сотни раз читали эту историю. Вот среди нас также есть висковый службовец. Слава Богу, брат Денис, мы молимся. Молились, ты чуть опоздал, мы молились за всех служителей. Из-за всех тех, которые служат, чтобы Бог сохранил. И есть Юра Денсмаршинист, ты знаешь его, я думаю. Он вчера мне свидетельствовал, допоздна столько много свидетельств о том, как Бог сохраняет его. И он говорит, если бы не были церкови, которые молились, он говорит, я верю бы, то есть не существовало, то есть уже бы было поражение. А еще есть церковь, есть поддержка, и чувствуется, Бог как будто оберегает и сохраняет нас. Поэтому вся слава Богу. Ну, я бы вот меньше понимаю в войне, но вот тут ситуация идет о войне, в этом случае, что я прочитал. И в нашей стране мы видим, наоборот, когда вот война, все, мобилизация собирается, нужно больше тех, которые воевали, больше подразделений, больше оружия и всему подобное. Тут нечто происходит обратное. Ну, логика есть, Денис, если бы сейчас распустили всех по логике этой текста. Сказали, все, кто боится, все, кто это, по домам. Наверное, бы большинство все убежали, остались пару, и все. Ну, мы сейчас будем вникать в этот текст и увидеть дальше о том, что говорит Господь. Вот. Ситуация народа израильского была такова. Израиль был окружен врагами. Возможно, как и у нас ситуация сейчас. И это было мадианитяне. Кто был внимателен, чуть-чуть было рассказано, и очень много брат Вадим рассказывал историю, но другую сторону истории о том, как мадианитяне окружили израильский народ. И этот народ, мадианитяне, наподобие, как мы сейчас с нашими друзьями-врагами, которые окружили, которые десятки-десятки, а может, не знаю, сколько раз больше нас. Вот так и мадианитяне. Библия описывает, что они были как саранча. Настолько их было много, что они со всех сторон окружили израильский народ и издевались над ними. Эти садили огород, садили землю, только чтобы собрать урожай. Те нападали, все собирали. Все забирали. Ну, издевались. Слово Божье говорит одну истину, очень важную, что сыны Израилевы стали опять делать злое пред Богом. Я не говорю про Украину сейчас, но я говорю про эту ситуацию, ту, которая была там, пред дочами Господа. И Бог предал их мадианитян. Бог взял такое решение, и тут написано, что предал их на семь лет. Семь лет те издевались с ними. В одно время пробудились израильтяне, и уже не могли уже. Сколько можно? Мы садим, мы только выросли, только овцы. Они начали расти. Эти пришли, все забрали, все забрали. И издевались, были как рабами. И воззвали они к Богу, пишет Слово Божье, воззвали к Богу. Израильский народ, Бог дал им повеление. Чтобы они служили Богу, чтобы был единый Бог, Ему поклонялись. Они сделали иных, и поклонялись, и чтили других богов. Богов аморейских, пишет в этом тексте. И не были послушны, не слушали глаза Божьи. На это Бог их оставил, отдал их, предал их. И такое время есть в жизни человека, когда человек, он просто расслабляется, идет по течению, забывает про Бога. И Бог оставляет народ, предает их в чужих руках, или оставляет проблемы, переживания, трудности, болезни, чтобы мы, я, вы, мы пробудились и обратились к Богу. Вот такая ситуация была в израильском народе. И когда они пробудились, начали взывать все к Богу. Воззвали к Богу, пишет Слово Божье. И Бог услышал. Братья и сестры, наш Бог милостивый. И сегодня, как некогда, очень много песен пелись о том, как милостив Бог, как добрый Бог, как любит Бог. Когда народ обращается к Нему, когда народ кается, когда народ сознает, что жертва Иисуса Христа не была даром на кресте. И тогда Господь любящий прощает народ свой. И вот израильский народ, он обратился к Богу. Он возвал Богу. И Бог услышал. И Бог, знаете, часто Бог делает действие свое через малых людей. Кажется. Он находит Гедеона, который он также уже собирает там свое урожай и хочет скрыться. Убежать от Мадинитана, собрать что-то и также где-то скрыться. И Бог видит и говорит, ангел Божий открывается ему, говорит, Гедеон, ты сильный муж. Говорит, какой я сильный. Только он знал свою слабость. Только он знал, как он хотел убежать, скрыться там где-то в глубине. Говорит, какой я сильный. Он говорит, сила моя в тебе. Мы сильны. И тогда, когда ты слабый, Бог часто приходит и говорит, ты сильный, потому что я силен. Твоя сила во мне, потому что я, Бог, все сильный. Слава нашему Богу. Вы сильны или слабы? Мы слабы, но Бог силен. Мы слабы, но наш Отец Небесный, Он есть наша сила. Он победил. Тогда, когда уже все, первосвященники, все цари земные поставили точку, погребли его во гробе. Но Он третий день воскрес. Победил смерть. Воскрес и вечно живой. И дает победу нам сегодня. Слава Ему. Мысль, которую я хотел бы поделиться в это утро. Как важно слушаться голоса Божьего. Как важно слушаться голоса Божьего. И приходит ангел к Гедеону, когда он собирал эти поля, когда он сам был в страхе. И Бог говорит Гедеону, я буду с тобою, и ты поразишь, Мадеонитян. В его голове не вмещалось, как это может быть, как я могу поразить Мадеонитян. Бог говорит с нами, и мы с ним говорим, но часто мы не можем как будто услышать или слышать то слово, которое нам говорит. Или мы часто, возможно, не доверяем, мы не можем понять. И Бог говорит Гедеону, ты поразишь, Мадеонитян. Как это может быть? Это не вмещается. Это очень великий народ. Как это может быть? Украина, чтоб победила над русскими. Как это? Не вмещается. Но все возможно Богу. И Бог, Он есть силен. И сердце Царя в руке Божьей. И как Он хочет, руководит ее. Так пишет Слово Божье. Вы верьте Библии? Вот Библия говорит, что сердце Царя в руке Божьей. И куда Он хочет, туда ее направляет. Куда хочет. Он может за мгновение так направить и изменить весь ход. И я верю этому, потому что Бог всемогущий Бог. Слава Иисусу Христу. Перед таким Богом мы служим. И на Него надеемся. И Ему служим. Бог часто, как я уже говорил, допускает трудности, проблемы. В жизни человека и умоляет, смиряет человека. Разрушает твое Я и мое Я. Часто у нас появляется Я и говорит, о, как я пою, никто не может. О, как я проповедую. О, если бы Я не был, даже может церкви не было. А может быть и проповеди не было. И Бог говорит, ага, Я, подожди, Я твое Я уберу с жизни. И Он допускает жизни. Мадьянитян. Он допускает твоей жизни, может, соседей, других людей. Он допускает болезнь в твоей жизни. Он допускает какое-то переживание, проблема, чтобы разрушить твое Я. Он говорит, чтобы умолить человека, чтобы разрушить. И потом, после этого, Он дает победу. Слава нашему Господу. Так случилось в жизни израильского народа. Бог, Исаия, 55 глава, 8 стих, говорит, Бог не мыслит его помышления. Его мышления не таковы, как наши. Мы мыслим по-другому. Поэтому Гедеон также думал, нас мало. Знаете, какое войско было? 32 тысячи израильтян. А там, не считать, сотни тысяч. Мадьянитян. А израильтян 32 тысячи всего. Но Бог действует по-другому. Мы часто думаем, так или иначе, у нас будет сильная команда, будет сильная церковь, хорошее здание в центре города. Там удобство хорошее, все будет прекрасно. И тогда люди, они придут к Богу, они познают Господа. А Бог допускает войну, чтобы люди по-другому совсем разрушают твои планы, твои мышления, чтобы люди пришли к Господу. Как важно слышать голос Божий. Бог обращается к Гедеону и говорит, ты, через тебя я поражу Мадьянитян. И он, я не буду рассказывать, чтобы сэкономить время, но вы знаете, читали эту историю, прошлое в Раскресенье было сказано много. Как он по-разному, он не мог понять, он не знал, как это, что это происходит. Он просил у Бога разные знаки, знамения. Но Бог, если сказал, он действует. И тогда, когда он послушался голоса Божьего, когда он послушался, Бог даровал победу. Первая мысль. Часто Бог дает повеление нам, но эти повеления нелогичны людям, нелогичны для нас, не вмещаются в нашей логике. Вы поняли, да? В нашей логике. Вот Бог говорит нам, а они в нашей логике не помещаются. И мы задаем кучу вопросов Богу, как будет так, как будет так, а почему так, и вот как-то сперечаемся с Богом. И третий стих, который мы читали, тут говорится, будьте внимательны, поймете. Итак, Господь говорит Гедеону, провозгласив слух народа, скажи, кто боязлив, пусть идет домой. И так мало народу. Тридцать две, а там сотни тысяч, тьма. И то Он говорит, провозгласи, кто боязлив, идет домой. И не ушло тысяча-две. Большая часть, двадцать тысяч ушло. То есть одна часть, третья часть, двадцать тысяч ушло, осталось двенадцать тысяч. И какая логика? Тут война, тут нужно собирать, тут нужно, наоборот, укрепляться. Укрепляться. А тут Бог говорит, отпусти. И Он отпускает. Если бы я был на месте Гедеона, я бы, например, задрожал, думал, еще часть величайшая ушла по домам. Но Бог говорит часто то, что, и делает часто то, что нам не понять. То, что в нашем разуме, в нашей логике мы не можем понять. Время собирать, а не отпускать. Во время войны. И Бог, мы видим, говорит дальше. И это много людей. Он говорит, приведи к реке, и скажи, кто будет лакать, кто будет наклоняться. И Гедеон думает, наверное, никто. Все останутся. И опять же, величайшая часть уходит, и остаются сколько людей? Триста. Тридцать две тысячи. И остаются триста. Я бы был на месте Гедеона, я бы задрожал уже, я бы убежал, наверное. А Гедеон стоит твердо. Он получил это слово от Бога, он стоит твердо и идет дальше. И Бог дает победу. Слава нашему Богу. Бог дает победу. Было поражение Мадинитян, и была поставлена точка. Потому что Бог то, что Он говорит. Если ты слушаешься, в конце есть победа. Слава нашему Богу. Знаете, одному миссионеру, я раньше сам это читал, историю, одного наш брат, он жил в наших краях, он только весною посадил картошку в своем огороде, и тут такое призвание, тут такое, ну, там предложение, он пойти в Африку, быть миссионером на все лето. И тут он так борется с мыслями, и думает, Боже, я только посадил картошку, огород, все это. Ну, кто будет за этим все смотреть? Как это все будет? Из своей логики размышляет, а тут братья предлагают ему, давай пойдем, ты нужен нам, ну, некому пойти. И он борется с мыслями, борется, и слушается голоса Бога, идет в Африку, ну, говорит, как-то Бог позаботится. Знаете, когда пришел рассказывать, я лично это читал, говорит, бурян был больше полтора метра, не видно было там ни картошки. Говорит, ну, я как зверой думаю, когда приехал, думаю, а ну, посмотрю, где-то картошка, начал вырывать бурян, и такое чудо произошло, он это рассказывал, говорит, несколько раз больше было картошки, чем было до того все время, все время моей посадки, пребывания. Знаете, Бог часто делает такие чудо, которые нашей логике, они недоступны. В нашей логике мы не можем понять, как это произошло. Опять же, пример с Библии, Авраам, вы знаете, он, Бог говорит Аврааму, единственного сына, что сделать с ним? принести в жертву, единственный сын, который он в старости лет получил, который он так много ждал, и Бог говорит, принеси его в жертву. Было бы нам это слово, ну, это, отойди от меня, сатана, вы сказали, так? Ну, что ты говоришь вообще, о чем это, от Бога слово, это не голос Божий. Братья и сестры, в это утро хочу сказать, вам и мне часто. Как важно слышать голос Божий. Бог часто говорит, дает повеление, и это повеление нам, наших людских понятий, нелогично. По наших земных рамках оно нелогично, но есть логика у Бога, потому что у Бога есть выход, у Бога есть победа, Он есть всемогущий, всезнающий, и Он видит все, поэтому важно слышать голос Божий и быть послушным. И вы знаете, это история Авраама, как он приходит, и Библия скрывает о том, наверное, если бы он сказал жене, вот я иду, принесу жертву, или по-другому, вот я сына, наверное, жена бы растерзала все там, на месте. Но вот это происходит так, что жена до конца не знала, но Авраам полон веры, он приходит и приводит, и говорит Богу, я пришел, вот место, вот дрова, а где жертва? И Бог говорит, твоего сына в жертву, это испыздать Авраама, увидеть, какое основание Авраама, и Бог ставит своего, Авраам ставит своего сына, завязывает, поднимает нож, и Бог не опаздывает никогда, Он говорит, нет, не делай зла, вот там баранчик, он запутался, его принеси в жертву, его принеси, вроде бы логики не было, вроде бы не вмещал из разума, но Бог имеет выход, Он и всемогущий Бог, слава нашему Богу. Знаете, мне нравится очень много историй, и про Авраама, и Лот, как Бог, как они были вместе, они были родственниками, это история, и часто беру пример своей жизни, как этот имел кучу овец, очень много всего в изобилии, и Лот так же, Авраам, и Лот, и они вместе пасли, там, его пастухи, его пастухи, в одно время они начали свариться между собою, и Авраам, как постарше, он говорит Лоту, давай мы разделимся, зачем нам, мы родственники, зачем, чтобы они сварились, чтобы между нами были сварки, чтобы путаница, давай, если ты выберешь в эту сторону, я выберу эту, если ты в ту, я в другую пойду, и Авраам, это благословенный Богом человек, он говорит, я даю тебе право выбора первому, и знаете, это как в наше время, вот Америка, и там Африка, две такие, ну, разницы большие в то время, говорит, куда ты выберешь, если бы ты, я был на этом месте, я себе задал бы вопрос, мы бы дал нам Бог выбора, это ты хочешь или это, или кто-то из людей, президент говорит, что ты хочешь, орошаемая земля, благословение, растут бананы, все нормально, и ты берешь пустыню, что бы ты выбрал, и каждый из нас, мы как люди, в нашей логике, мы бы брали благословение, мы бы брали там, где хорошо, никто не хочет там, где нищета, или не так, ну, открыто скажите, оно так, но Авраам говорит, выбери ты, первый, Лоту, хотя тот был, этот старший, этот мог бы сказать, я сюда, ты идешь туда, он говорит, выбери ты, и тот выбирает самое хорошее, нормально, хорошо, логика, Авраам идет там, где пустыня, там, возможно, где не было столько воды, не было столько для овец, но мы знаем конец, вы знаете конец, да, Бог благословил Авраама, и конец исхода этого, там было поражение, тут благословение, поэтому, то, что говорит Бог, нам часто невмещаемо, в нашей логике непонятно, но если Бог говорит, слушай голос Божий, Гедеон тоже споручался, Гедеон тоже не мог до конца понять, но с 300 человек, Бог даровал победу, слава Ему, вторая мысль, не возгордись, если даже Бог дает победу в твоей жизни, если у тебя все хорошо, если Бог благословил, возможно, есть работа, если Бог оберегает тебя, если у тебя есть голос, можешь петь, если ты можешь проповедовать, если у тебя все прекрасно, не возгордись, все во всем есть Бог, аминь. Вот так, такое слово было сказано, такое слово было сказано, Гедеону, Господь сказал Гедеону, народу с тобой слишком много, не могу я предать, мадеонитан в руки их, чтобы не возгордился Израиль, и не сказал предо мною, моя рука спасла, я это сделал, я достойный, я хорошо делаю, я хорошо руковожу, я работаю, у меня деньги есть. Нет, не возгордись, дорогой друг, брат и сестра, если в твоей жизни есть благословение, если Бог благословил тебя из семья, у тебя есть прекрасная работа, если Бог оберегал тебя до этого времени, и ты смотришь на другого, болеет, и ты думаешь, о, так ему надо, он согрешил, он то, не возгордись, потому что все во всем есть Бог, если я сегодня на ногах, если ты на ногах, если мы живы, и не упала ракета, не возгордись, мы не лучше других людей, но Бог явил милость свою, воздай славу Богу, прославь Его имя, одно, чтобы Израиль не возгордился, но познал и узнал, что победа – это от Бога. Мы часто принимаем победы на себя, мы это сделали, и мы достойны, но все во всем, я хочу, чтобы мы узнали и приняли голос от Бога, что все во всем есть Господь. Не наши заслуги, но Он есть Царь Царей, слава Ему. Вторая книга про Липоменом, 26 глава, 16 стих. Кто помнит, про кого говорится? Про одного молодого царя. Про одного молодого царя, который в юности стал царем, и который так прибегал Богу, так служил Бога, так, можете поставить на экран, если найдете, второе, по именам 26, 16, так любил Бога, так Он с первосвященником, всегда в церковь, всегда Богу, Он искал Бога, но когда Он уже стал царем, народ Его выбрал, Он стал царем, Он стал силен, и Он возгордился, Он сделал разные вещи, машины придумал, водопроводы в то время, Он, Бог даровал Ему победу над врагами, и Он стал силен, и возгордился в своем сердце, говорит, Я это, Я это сделал, и когда ты говоришь Я, когда ты говоришь О, Я, то тогда Бог говорит, подожди чуть, не ты, ты никто, ты просто прах, ты как цветок, который расцвел, его нет, Он увядает, Он смиряет человека, Он опускает, Он дает поражение, так в жизни этого царя, Он оставил поражение, проказы и поразил его, и Он до конца своих дней, поэтому гордость, путь к падению, Бог говорит, не возгордись, но во всем признай Бога, во всем поставь Бога на первом месте, и воздай за все славу нашему Господу Иисусу Христу, и если хочешь одержать победу, то призови Господа в твоей жизни, дай место Господу, скажи, Господь, Ты есть во всем моей жизни, я на Тебя надеюсь, Ты есть мой Творец, Ты есть мой Господь. Мы часто хотим слышать то, что нам нравится, то, что нам хочется, но Бог часто говорит то, что есть Его воля, то, что есть Его план, и то, что нам часто непонятно, то, что часто Бог часто и смиряет нас, и допускает в нашей жизни, чтобы мы признали, что все во всем есть Господь, а мы в смирении перед Его руками, в смирении приходим, и тогда Бог дает победу, слава Ему. Пусть Бог благословит каждого из нас, укрепит каждого из нас, и да поможет нам Господь, чтобы мы поняли, что очень важно слышаться голоса Божьего, и тогда, когда повеления Божьи нам нелогичны, когда повеления Божьи нам нелогичны, так же слышаться, продолжать, и тогда, когда Бог дарит нам победы, тогда, чтобы мы признавали, когда Бог с нами, когда Бог благословляет, чтобы мы признавали, что не я, не мы сильны, а Бог, и Ему вся слава, во веки веков. Аминь.